Вы спрашивали, как у нас убирают на улице. Очень-очень редко проезжает вот эта машина. А там два человека идут, выдувают. Вот, сейчас не видно, выдувают из-под машин на эту сторону. Но это, я не знаю, это крайне редко. Эта машина приезжает. Эти два человека, они там за машиной вам не видно будут. Эта машина, я не знаю, как это называется. Пылесос, который наоборот работает, дует. А вообще у нас нету дворников, ни у кого. Вот нету дворников и почему-то чисто. Ну, в принципе, знаете, почему чисто? Потому что здесь деревья вечно зелёные. Зимой и летом одним цветом называются. Ну, есть, конечно, там где-то деревья, у которых опадает листва. А так в основном сами убираем. Ну, если где-то там что-то, какой-то листочек бумажки лежит, ну, возьмёшь мимо, пройдёшь его с собой, прихватишь и в мусор выкинешь. Ух-та! Ух-та! Разбежался! Ух-та! Ух! Ух-та! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вчера получила комментарии, то, что сняла вам видео, какой я салат приготовила. Господи, ребята, это что уже, какое-то безумство. Зачем я это видео сняла? У тебя канал про Австралию. А есть кулинарные каналы. Да я вообще всё снимаю. Я снимаю и свою жизнь, и птичек, и... Ну, вообще, буквально обо всём. Так что я не знаю. Не знаю. Как угодить некоторым зрителям? Некоторым просто невозможно угодить. Всё не так. Сейчас очень хорошо на улице. Двадцать три градуса тепла. Было бы всё лето такая погода. Красота, да и только. Микица, как оси? Добро. Добро. Едан-дан добро, други не добро. О, Боже. Пьём чай. Говорит, пью чай. Ну, да. Чай не пил. Какой работа? Чай попил и спать охота. А ещё как же говорят? А. О, забыла? Правда забыла. Помню только концовку. Чай попил совсем ослаб. Ой. Так что, ребята, дворников у нас нет. Нигде. Ну, и потом приходят люди, которые ухаживают за цветочками. Ну, в основном, как? Все поливают около своих домов сами. Не то, что кто-то к себе приходит и поливает. И ухаживают за своим садиком. Но траву приходит человек. Человек. И я не знаю, там, когда трава маленькая. Вот недавно покосили, видите, совсем что-то травка у нас зачахла. Вот там зелёненькая. Но у них, видите как, вот в том доме, у них, это называется, по-моему, бор-вода. У них идёт из-под земли вода, они выкачивают. А мы поливаем питьевой водой. Так что они могут включить, хоть 24 часа у них вода будет литься. Я предлагала, чтобы сделали и в нашем доме. Я не знаю, там, это же единое, что ты поставишь эту систему и будет поливать бесплатно. Ну, чё-то народ не хочет этого делать. Денег жалко. А могли бы сэкономить. Ну, я, конечно, вспоминаю Алмату. У меня брат живёт в пятом микрорайоне. И я вам видео снимала, ну, там буквально там всё в деревьях. Целая улица, всё в деревьях. И постоянно осыпается листва. И, естественно, каждый день дворники приходят и метут. И, опять же, эти листья лежат везде. Здесь, в принципе, нечему, нечему осыпаться. Ну, да, нечему, нечему. Вот сейчас же каранда цветёт. Так это будет там внизу всё в сиреневых цветочках. Какая она красивая. Прилетела ворона. Я думала, сперва какую-то еду принесла в клюве. Камушек принесла. Смотрите. Играет, что ли, с ним? Ну, понятно, что сороки любят всё блестящее. А тут ворона. Что это такое значит? Сидит. А я-то что вспомнила много лет тому назад, ещё до того, до Ютуба. Я кормила мэкпаев. Это семейство врановых. Ну, это как наши сороки, типа того. И вот захожу я на балкон, и тут картина. На столике вот здесь лежали Миккисные очки. И ворона, смотрю, пытается их поднять. Меня увидела и улетела. А вы представляете, что бы было, если бы она их унесла? Миккиса потом бы меня в стугрехах обвинил, что это я куда-то его очки делала. Это мой радость. Это вернулся, ребята. Их же ветром сдуло. Вот, красная шапочка через месяц появилась. Вам не будет видно у него вот где зелёненькое. Сверху на голове. Там немножко красного есть. Я только так его узнаю. Мой хороший, ты где был? Ё-моё. Нашлась пропажа. Хочу вам показать сейчас маленькое чудо. Этот декабрист, он растёт у меня практически всю жизнь, вот сколько я живу в Австралии. Я брала его вот такой маленький кусочек. И я вам очень много раз снимала его во время цветения. Он всегда у нас стоял на балконе. Все года. А в этот, я смотрю, ну что-то он от одного стал чахнуть. Я говорю, Игорь, давай его на улицу вынесем. Так вы посмотрите, он как разросся. Буквально, я не знаю, тут за два месяца у него как вторая жизнь началась. Так мало того, он второй раз процвёл. Такого не было никогда в жизни. Тут цветочек. Вот тут цветочек. Вот это вот новые лепесточки. Да ты моё чудо чудное. Смотрите. И там ещё бутончик. Ой. Куда второй поставил? Я не знаю. Мне очень жалко. Я вам рассказывала. Ого, ничего себе, кто это его съел. Вот это вот. Вот этот цветок. Сейчас я вам покажу. Он у нас рос. По стене прямо, я не знаю, там до второго этажа. Вот до сих пор ещё остались корни. Потом пришёл новый гарденер. И всё срубил под самый корешок. Я не знаю. Я так расстроилась. Мне почему-то он напоминает детство. Обожаю его, потому что, когда я была маленькая, у нас точно такой же рос дома. Что тут у нас ещё? Цветёт. На саду или в огороде. О, Господи. Я подумала, вроде это денежное дерево. Думаю, почему на нём красные цветочки? Вот это вот что за ягодки? Я даже не знаю. Вот они. Сейчас заехали в наш овощной. Я такую раньше снимала или нет? Икра заморская. Баклажанная. Ну, по чём она? В Австралии, наверное, как красная икра стоит. Не знаю. Вот тут какие-то цены. Восемь пятьдесят, семь восемьдесят. Вот так примерно одна цена. Мне надо будет сгущёнку взять варёную. Даже крахмал есть картофельный. Кисель. В детстве мы его просто так ели. Ребят, напишите в комментариях, кто-нибудь вот это покупал? Жизнь со вкусом. Борщ с боровиками. Его есть можно или нет? Может, пробовали? Покупаем здесь вот этот айвар. И он стал очень дорогой. Дорогой баночка двенадцать долларов. Цены подскочили. Тихий ужас. А больше всего, конечно, меня удивило вот это масло Мора. Двадцать восемь долларов один литр. Это больше ста долларов получается четыре литра. Потому что мы покупаем обычно четыре литра. Я не помню, сколько. По-моему, сейчас стоит шестьдесят пять долларов. Так что по литру, ну, никак не исплавится. Не исплавится. Не исплатится. Покупала и такую печенку, и такую вся вкусная. Четыре пятьдесят. Это четыре пятьдесят, а то, по-моему, пять. Шестьдесят. Ну, возьмем вот эти. Баклажаны сейчас три пятьдесят. И, наверное, я опять куплю. Сделаем маринованные. Я их обожаю. Я их приготовлю. Они у нас уходят, но я не знаю, там, три-четыре дня нету. Три пакету взяла. На баклажаны нужен чеснок. Чеснок двадцать долларов килограмм. Господи, что-то чеснок из рук падает. Баклажанские пальчики. Два за десять долларов. Ну, мне две не надо, я одну возьму. Здесь продают очень вкусную селёдку. Вот это двести десять грамм семь пятьдесят стоит. Это рыбачка Соня семь долларов двести пятьдесят грамм. Я даже не одну, я две возьму. А вот это один с пятьдесят четыреста пятьдесят грамм. Израильские огурцы солёные подорожали. Семь долларов баночка. Небольшая. Ровно на сто долларов и тридцать одну копейку получилось. Два пятьдесят. Ну что, дорогие мои, я с вами увижусь очень-очень скоро. Посмотрим, я вот вам бензин снимала. Ну-ка, сейчас посмотрю, сколько вот здесь. Здесь двести двадцать четыре стоит девяносто пятый. Ну, разница большая. Вот это маринованные баклажаны. Их сделала не я. Это Игоря рук делом. Получились вкуснейшие. Обалдеть, просто обалдеть. Я уже два раза вам рассказывала, как они готовятся. Ну, на всякий случай, если найду рецепт, то поставлю в первом комментарии под видео. А у меня даже, по-моему, в описании канала есть. Кто не готовил, обязательно приготовьте. Вкуснейшие. Вкуснее, чем грибы.